Такая копченая женщина, загорелая в 50 лет, она уже выглядит на 70. Раз, два, три, четыре линии. Они пойдут параллельно вверх. То, что я не успела с утра у пластического хирурга отрезать, вот это вот хочется увести в тень. Когда женщина выходит с такой техникой макияжа, не увиден контур карандашный, он темнее, чем оттенок помады. По бульту, ты оказывается из 1960-х годов. С праздником вас! С праздником весны, 8 марта, и у меня есть для вас подарок. Урок красоты, который нам сегодня даст Наталья Черкасова. Гуру российской моды, гуру макияжа, школу, которой прошли очень много известных визажистов. Автор популярного сегодня YouTube-канала Beauty Boss с полезными очень уроками красоты и макияжа, которыми я пользуюсь. Спасибо, Женя. У внешности 45+, есть новая гармония и есть новые законы. И если вы позволите, мы, может быть, сегодня на каких-то примерах посмотрим, что бы нужно, а чего уже не надо. Наша Валерия, сегодняшняя модель, популярный, между прочим, инстаграм-блогер. Давно у вас инстаграм, Валерия? Инстаграм у меня 3 года. И в инстаграме вы пишете о чем? Любовь, счастье здесь и сейчас. Наши темы. А можете нам какие-то сказать шаги, которые мы делаем фэшн в нашем возрасте, а мы под ваши шаги подстроим наши шаги? Мы сегодня предложим несколько вариантов. Один вариант с платьем, другой вариант с брюками. Каждодневные, но все-таки какие-то интересные, чтобы был эффект все-таки антиэйдж. Потому что я считаю, что с возрастом нужно больше еще, чем в молодом возрасте, следить за модой. Поэтому и макияж мы будем делать дневной, спокойный. Известное правило, что яркий макияж никогда не молодит. Мы начинаем наш макияж, но до макияжа нужно сделать одну процедурку, о которой я всегда говорю. Эта процедурка называется брови. Сначала нужно выбрать пинцетик, которым иногда мы проходимся, чтобы убрать те лишние волоски, которые мешают нам, и они создают тяжесть на верхнем веке. Затем мы выбираем ножнички, которые можно аккуратненько подстечь брови, если это нужно. Дальше мы выбираем карандаш. Первое правило. Мы убираем у себя из косметички черный карандаш для бровей. В нашем возрасте черные густые брови уже дают нам суровость и дают нам возраст. Для бровей мы ищем какой-то коричневый, пшеничный, может быть, даже золотистый, пускай. Есть не только карандаши для бровей, но есть специальные палитры. Важно подбирать оттенок карандаша, оформление бровей к оттенку волос. Как они согласуются? У нас, мы знаем, во внешности должно доминировать три цветовых пятна. Не больше. Волосы – это одно из тех пятен, которые есть в нашей внешности. И макияж мы подбираем под цвет волос и под цвет кожи. И карандаши, конечно, если у нас теплый оттенок на волос, то ищем теплый оттенок для бровей. Если у нас прохладный, пепельный, с голубоватым сейчас модно. Бровь мы уже сделали, и дальше мы начинаем заниматься фактурой лица. Фактурой лица, которая обязательно должна быть выровнена, потому что, к сожалению, есть какие-то нюансы. В молодом возрасте они тоже есть. Что меняется как раз в лице, в рельефе лица? С чем нужно поработать на уровне, на этапе тона? Загубные складки. Немножко становится более тонкий рот. Уголки губ опускаются вниз. Они не только опускаются вниз, но они перестают быть видны. Конечно, увы, немножко опускается уголок глаза. Немножко теряется овал лица, конечно. И верхнее веко подвижное немножко нависает. Очень много кушонов, праймеров. Так много разных названий, в которых не ориентируются женщины. Как мы подбираем тональное средство? Если у нас макияж каждодневный, то мы вспоминаем вот то слово, которое Яна сказала несколько минут назад. Она сказала кушон. Как раз кушон – это один из видов тонального крема. Вот смотри, что такое кушон. Это очень жидкая текстура. Она внутри коробочки. Здесь такая прекрасная сеточка. На эту сеточку мы нажимаем спонжиком. И оттуда получаем тончайшую текстуру, тончайшую. Подберите так тональный крем такого цвета, чтобы он либо идеально совпал с цветом кожи лица и декольте, либо на полтона светлее. И тогда вы можете легко не тонировать вот эту часть. Потому что многие говорят, как мы будем тонировать? У нас морщинки, а веко, оно и так нависло. Да еще тональный крем. Но дальше, конечно, нужно все затонировать. Вот эту зону шеи, декольте, чтобы цвет был аккуратно, переходил с лица на шею и на декольте. Праймер можно использовать точечно для скульптурирования лица. Вот для Валерии, например, где ей нужно расположить праймер или консилер, чтобы и что конкретно убрать, например? Можно вот этот вот мер консилер, который немножко светится. Его можно смешать с тональным кремом. И тогда все лицо будет такое иметь немножко, как бы, ну как, живое свечение. Это лицо, которое после салона какого-то красоты, которое так наполняется влагой, светится не жирным блеском, а таким ухоженным, да? Дальше вы вот так вот берете кисточку. Нанесение кисточкой тонального крема? Ну, лучше. Лучше. Каких 2-3 средства позволит нам сделать повседневный мэйд? Это корректоры. У корректоров есть разное название. Они могут быть корректоры, они могут быть праймеры, они могут быть консилеры. Корректор, который тоже с помощью кисточки, да, мы накладываем светлое, что мы хотим выделить, и потемнее, что мы хотим подчеркнуть и, может быть, немножечко подубрать. Создавать тень такую. Создавать тень, да. Ну, смотрите, вот здесь прям видно, что Саша сделала немножко бровь, вот так, видите, вот. Дальше она сделала также параллельно с головой, да? Дальше, я уверена, она будет делать, Валерия, открывайте, будет делать немножечко вот так вот нижний контур под глазом. Это же параллельные линии. А дальше она опустится на губы и будет вот эти вот линии тоже вести параллельно, постараться. Раз, два, три, четыре линии. Они пойдут параллельно вверх. Мы визуально делаем такой визуальный лифтинг. Не старайтесь сделать загорелое лицо. Загар, известно, что он немножко старит. Кажется, что я загорелая, то есть я спортивная, то есть я бегаю там вдоль океана. Здорово, бегай вдоль океана. Только SPF 50, пожалуйста, когда тебе 45 плюс. Освежает светлая кожа, немножко проработанная по скулее, может быть, по овалу лица вот здесь чуть-чуть прокорректированная. Вот очень интересное сейчас движение было у Александры. Вот здесь вот тоже корректором более темным. Челюсть. Ну, конечно. Это очень важно. Нам хочется здесь провала. Очень освоить нужно это. Нам хочется, чтобы здесь был раз и провальчик. Это вот секретик. Мы хотим визуально на нашу вот это вот, то, что я не успела с утра у пластического хирурга отрезать, вот это вот хочется увести в тень. Мы заканчиваем историю тонального крема, консилеров, корректировки. И я хочу такой показать красивый продукт. Вы будете слышать такое слово финиш. Что за финиш? Финиш – это какое-то, значит, окончание чего-то. Так вот, мы сделали тон, немножко покорректировали. А вот любая пудра или вот такой вот очень красивый, такой вот, например, бронзант, видно его или нет, но он сейчас такой тонкой вуалью, это не будет сиять, как чайник, знаете, медный. Нет, это будет очень элегантно, но очень красиво. И как только свет упадет правильно, да, лицо засияет такой красивым бронзовым оттенком. Если белая кожа, то можно делать такой белый финиш. Итак, приступаем к макияжу глаз. Вот здесь тоже есть история черного карандаша. Если у вас не получается тонко и изящно делать натуральный контур черный, тогда давайте черный контур, черный карандаш из косметички выложим, а положим туда несколько оттенков коричневого. Но начали мы с коричневого карандаша, и Александра сейчас делает, она обводит естественный контур глаза коричневым карандашом. Лучше научиться делать вот тот прием, который я вижу уже Саша наметила делать. Видите, у нее вот такая паста черная, которая есть во многих марках, ее можно накупить, и вот такая скошенная кисточка. И сейчас Саша будет прорисовывать, между ресничками верхними нужно прорисовать кожу века. И тогда как будто бы нету ни стрелки, как будто нету ни черного карандаша. Реснички, они очень черные получаются. Я настаиваю. Вы слышали, я до этого ничего вообще не настаивала. А сейчас я настаиваю, что must have. Вот эта палитра должна появиться в нашей косметичке 45+. Это натуральная гамма. Ну, тут тоже у нас есть какие-то розовые, фиолетовые, но они все немножко притухли. Пора немножко эти цвета... Успокоить, да? Приглушенные. Да. Давайте лучше буйствовать в костюме. В аксессуарах. В аксессуарах. Смотрите, вот века начинает получать вот ту самую линию, которая уходит к виску. И глаз визуально как будто тоже поднимается. Тушь – это очень личная история, такая, знаете, privacy, потому что тушь тоже дает, как и бровь, какой-то имидж и какой-то настрой. И некоторые любят большие, тяжелые, пушистые ресницы. Кто-то любит просто цвет деликатный. Чёрный цвет прекрасно подходит для зелёных глаз, чёрный цвет неплох для серых глаз, для голубых глаз лучше брать коричневую тушь или синюю тушь. Какие глаза, какой взгляд драматик. Валерия, я сделала вам небольшую подборку, давайте обсудим. В генеральных есть два варианта – платье или брюки. Смотрите, что сегодня вам больше отвечает настроение. Вот такое платье. Оно классического такого кроя вполне. Оно очень правильно пройдёт ваш силуэт. Другой вариант – это брюки. Я вам хочу предложить брюки с низким шаговым швом. У вас такой динамичный очень образ жизни. Это такие хлопковые брюки. Не нужно их бояться, они не убивают нисколько женственности. Они очень выглядят так, ну, по-молодёжному, что называется. И второй вариант – это может быть белая рубашка, в которой мы тоже как-то красиво расположим здесь. Они очень по ткани дружат. Хлопок-хлопок. Вам какой вариант ближе? На брюках? Почему? Ну, я бабушка динамичная, с внучками гуляю. Мне это ближе. Садитесь. В белой блузе. Такая прям, какая-то, не знаю, голландская женщина. Вот сейчас мне хочется цвета. Сейчас в моде матовые помады. Матовые помады с ними надо аккуратнее быть, потому что всё-таки для взрослого лица нужны какие-то сияющие акценты. Мы сделаем маленький эксперимент, Яна, если вы не против. Конечно, давайте. Какой, например? Мы покрасим губы сначала матовой помадой, модной, а потом покрасим нашей классической помадой, сатиновой. Да, сатиновой, и даже немножко блеска положим. И посмотрим. А есть какие-то оттенки помад, которые прям вот старят? Не люблю это слово. Не люблю это слово, но тем не менее. Знаете, вот старят, это когда виден контур губ карандашный. Вот это старят, потому что это было в моде когда-то там, не знаю, в 1989 году. Сейчас, когда женщина выходит с такой техникой макияжа, у неё виден контур карандашный, он темнее, чем оттенок помады. Вот это сразу старят. Бабуль, ты оказывается из 1960-х годов. Невероятно подчеркнутый оттенок глаз, конечно, очень красиво. Скажите. Да, это очень красиво. И как форму губ. Мы раньше даже не предполагали, что у Валерии такие губы. Мои губы. Крупный рот. Вот мы сделали первый вариант. Это матовая помада. Вот она вот так вот выглядит. А сейчас мы её уберём и сделаем примерно такой же цвет, но глянцевую помаду, а сверху немножко блеска. И посмотрим, какая будет разница. Вот мы немножко ещё сделали прекрасным вот этим лаком для губ. Чудесно, совершенно обожаю этот лак для губ. Макс-факторшки. Ни одной секунды, ни реклама. Просто это реально очень хороший продукт. Что вам больше нравится? Блеском. Ну, конечно, конечно. Потому что блеск, он немножко и визуально увеличивает губы чуть-чуть, и он даёт игру, игру на лице, и здесь, и в зрачках какой-то наш луч света. Я люблю одну из цитат. Принадлежит Эммануэле Унгаро, который говорил, что шик — это не одежда. И даже не макияж могу перефразировать. Шик — это настроение. Мы желаем вам прекрасного настроения и надеюсь, что мы вас вдохновили сегодняшней нашей съёмкой. Хорошей весны вам. Всего доброго.